Я не знаю, как вы чувствуете, но я чувствую себя здесь замечательно, потому что я насладился временем прославления и поклонения. Я соединился с Господом, и я ощущаю Его присутствие на этом месте. Каждый раз, когда я бываю у вас здесь, я вдохновляюсь, как вы благословляете своих детей. Например, так искренно и просто я не видел еще ни в одной христианской церкви. Вот что значит сила божественных традиций, которые Господь доверил Божьему народу. Особенно я вдохновляюсь, с какой легкостью вы отдаете десятину. Люди порой удивляются, почему евреи богатые люди. Им просто нужно однажды прийти в синагогу или в мессианскую церковь, просто посмотреть, что люди делают с финансами. Они не засовывают их в чувак. Они не прячут их по матрас, чтобы соседи не увидели, и Бог наверняка не знал, сколько денег у меня, и не знал, какая десятая часть из них. Они добровольно и с радостью несут это пред лицом Господа. И поэтому Господь изливает благодать свою до избытка. Сегодня это особенно важно, когда поднимаются всякие непристойные фильмы, когда растут количество казино и всех остальных непристойных мест. Церковь Божья, святые люди нуждаются в финансах для того, чтобы двигать дело Божье. Божье благословение обуслами. Наше желание делать добро никто у нас не отнимет. Но Слово Божье говорит, что финансы, они двигаются, за все отвечает Серебро. Мы порой поступаем нечестно. Смотря на то, как зло процветает, и желая его остановить, мы не хотим заплатить за то, чтобы его остановить. Но без цены не будет движения. Поэтому, когда мы это делаем, мы не просто отделяем то, что Бог определил. Господь берет это и делает добро. Если бы мы ему не нужны были, он бы мог существовать один. Поэтому спасибо за молитвы. Это особенное переживание. Это удивительно слышать Слово Божье нараспев. Я люблю это очень делать, и я верю, что это дело удалить. Поэтому он угождал Господу, и это нравилось Господу. Аналюрия. Сегодня для меня большая честь поделиться с вами Словом. Однажды Господь избрал меня для того, чтобы я учился в теологическом институте. Я двигался успешно как музыкант. И после музыкального училища мне предлагали поступить в Академию музыки. Но я выбрал богословие. И я ни разу не пожалел, что я выбрал изучать Священное Писание. Потому что изучать Священное Писание – это путь к успеху, это путь к благословению, это путь к процветанию. И я успешно закончил институт, получил звание Бакалавра Богословия. И успешно служил пастором два года до того, как Господь призвал меня, чтобы приехать сюда. И сегодня я буду с вами делиться Словом Божьим. Мы откроем с вами Новый Завет ночами и прочитаем из послания апостола Павла к Галатам, из третьей главы. Пока вы находите, да, я буду читать. А вы найдете, проверите. О, несмысленные галаты, кто пристил вас, не покоряться истине. Вас, у которых перед глазами предначерпан был Иисус Христос, как вы у вас распяты. Сие только хочу знать о вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере. Так ли вы несмысленны, чтобы, начав духом, теперь оканчиваете плоти? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы. Подающие вам духа и совершающие между вами чудеса, через дела ли закона сие производят или через наставление в вере. Потом мы перемещаемся в девятый стих, который говорит, итак, верующие благословляются с верным Авраамом. Ибо все вы, Сыны Божьи, по вере во Христа Иисуса. Все мы во Христа, крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского. Ибо все мы одно во Христе Иисусе. Вы знаете, какая интересная есть деталь, что во всякие времена происходит в принципе одно и то же. Меняется немножечко культура, может быть немножко трансформируется язык, немножко меняется политическое устройство стран, но внутри мы остаемся точно такими же. Во все времена люди хотели быть счастливыми, во все времена люди хотели любить и быть любимыми, во все времена люди желали верить и познать Бога, во все времена люди делали правильный выбор и ошибались. Это происходило сто, двести, тысячу лет назад, это происходило во времена патриархов, и это происходит сейчас. Там заметили, что сейчас какое-то особенное время всего лишь потому, что мы имеем более мощные информационные источники. Потому что то, какой информацией вы питаетесь, то вы и есть. Это делает вас. Значит, вы приближаетесь к нему и познаете ее волю, и познаете, кто есть он. И если вам нравится еда из других источников, Бог не несет за это ответственности, что произойдет в вашей жизни. Когда Иисус передал своим ученикам слово, они это понесли дальше и рассказали это людям, люди приняли. Далее они начали возрастать. Они люди разного возраста, они люди разного пола, они люди разного образования, это люди разных национальностей. И все это вместе начало создавать какие-то вопросы. Когда мы концентрируем наше внимание на Слове Божьем, эти вопросы очень легко решить. Когда мы смотрим туда, в небо. Когда мы начинаем смотреть здесь, мы начинаем замечать тысячу несовершенств. Забывая, что самое первое несовершенство смотрит над собой глазами. Но так легко видеть несовершенство в других, нежели объективно посмотреть на себя. Но Слово Божие учит нас, вникай в себя и в учение. Занимайся с ним постоянно, чтобы спасти кого? Соседа? Президента нашего? Или папуаса какого-нибудь деда? Чтобы в первую очередь спасти себя самого. И только потом, слушающего тебя. Потому что если ты принял Слово, если ты знаешь Бога, если ты правильно наставлен, значит ты сможешь и правильно передать. И принявший от тебя, пойдет и не забудется. И во времена Первой Церкви у людей возникало множество вопросов. Вопросы всегда очень похожи. Что же делать, чтобы угодить Господу? И мне очень нравится вступление в третьей главе. Я знаю, что это было письмо, оно было написано от начала до конца без разделения на глав. Это уже работа богословов. Но тем не менее, вот третья глава начинается. О несмысленные галаты. Я по эмоциональности белорус. И в белорусской Библии, в одном из переводов, там говорят такие слова, а я их скажу. Там говорится следующее. Галаты, вы дурни. Галаты, вы дурни. Понимаете, мне очень это нравится. Я настолько верю в эмоциональное Евангелие. Вообще, в эмоциональное Слово Божие. Я не могу представить Бога без эмоций. Если он смеется, так он же смеется. Если Бог есть любовь, то это что-то, это, она так интересно изливается, да? Она сияет из него. И она настолько изделилась на Моисея. На одну секундочку представьте божественную эмоциональность и божественную личность сухой. Пошел Моисей на гору. Но там же были предназначения. А если бы этого не было, ну вот пришел он на гору, там все спокойно. Никаких, ни грома, никакого, ни ветра. Ничего. Он там постоял. Бог просто ему так, ну, как бы, оттороторил. Сейчас я тебе буду давать запрети. Пожалуйста, возьми камень. Запиши. На протяжении всего времени работы с еврейским народом, со своим народом, он был проявлением себя. То, как он открывал себя в своих именах, это говорит о его многогранности, о его эмоциональности. Вначале он говорит, я Элогий. Все говорит, я Иегова. Потом говорит, я Господь Савров. Он говорит, я Иегова Циткен. И так далее, да? То есть, что это значит? Это отражает Божий характер, Божью сущность. В какой-то определенный момент он хочет показать, что есть у него внутри и что он может дать своему народу. Я этим хочу вам показать, почему я вот утрирую, почему мне понравился вот именно этот белорусский перевод. Он немножко звучит грубо. Поэтому апостол Павел так и обращается. Он родил этих людей. Он вложил в них Слово Божье. Он вникал в закон совершения, закон свободы. Он занимался этим постоянно. Поэтому имел право спасить тех, кого он учил. Мало того, нужно учесть, что когда апостол Павел говорил об спасении, о каком-то новом пути, который раньше не был знаком людям, и говорил о Ишуах Машех, нового завета не было. Поэтому он использовал те священные писания, которые были на тот момент, то есть свитхи завета. Он использовал те примеры патриархов, которые люди знали, для того, чтобы иллюстрировать им, что есть такое вера в Ишуах Машех. И один из наиболее ярких примеров веры и следования за Господом являлся Авраам. Поэтому апостол Павел провел параллель между тем, что делал Авраам, и в его жизни, что происходило, на чем основывалась его вера, что он делал или как он верил. И он говорил, Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. И давайте прочитаем, как же начинался путь Авраам. И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего в землю, которую я покажу. Ты лишь одно желание, в сердце горит всегда, Чтоб твой огонь святой не покидал нас никогда.